всем привет благодарю сразу всех тех кто оказывает поддержку данному каналу сделать это очень просто я напоминаю под каждым роликом написано коротенькая инструкция очень простая и легко выполнимая я бы сказал также благодарю всех тех кто пишет комментарии под роликами читать их мне очень интересно я искренне совершенно говорю я часто узнаю много нового для себя часто читаю всякие смешные вещи и узнаю о вкусах аудитории комментировать дальше не буду ничего потому что часть я разделяю этих вкусов часть меня приводит в удивление часть приводит в уныние я бы сказал но ничего страшного уныние грех как известно поэтому я гоню его прочь а вот в сети я прочитал недавно пост одного своего старого друга профессионального вокалиста меня очень много знакомых профессиональных вокалистов если что поэтому сам я не вокалист сам я не пою вернусь к слову поэтому поэтому я немножко долгие годы разговаривая с настоящими вокалистами немножко стал понимать в этой области исполнительского мастера исполнить в этой исполнительской области кто лучше кто хуже и вот разговоры о лучших вокалистах меня очень забавляют как когда я читаю вот эти споры кто лучше кто хуже там про джона лоттона был коротенький пост человек написал как можно называть джона лоттона лучшим вокалистом когда вместе с ним вы об одно и то же время пели там этот 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 5 10 10 10 я не буду спорить не буду во первых джона лоттона не я назвал лучшим вокалистом европы а там какие-то конкурсы проходили вокального мастерства и вот на этих конкурсах он был признан лучшим вокалистом европы в свое время когда он пел еще в люцифер с френдс френд точнее группе но да бог с ним каждый слышит то что слышит а вот этот самый пост моего знакомого певца саша донских его зовут кстати говоря он профессионал настоящий все все хорошо все все замечательно он обсуждал точнее не обсуждал а выставил пластинку группы the temptations которую он очень любит и писал что вот вспомнил старые песни такие хорошие вот этот альбом который там был рассмотрен сашей донских называется он мастер пиз он меня давно давно в коллекции я вообще эту группу очень люблю и вообще черную музыку люблю но сразу хочу сказать что черная музыка это особенно музыка мата он мата он это компания которая занималась всю свою историю именно черной музыкой пропагандировала и выпускала музыку черных артистов вы все знаете их включая там стиве вантера смоки робинсона и даяну росс и прочих 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 много-много-много-много-много компания организовалась в детройте по моему 63-м году и мата он слова она расшифровывается как мотортаун город моторов детройт да тем не менее несмотря на то что детройт это город панк-рока как мы все знаем он еще и родина компании мата он черной музыки музыки соул музыки фанк и вообще всего всего хорошего так вот слушать эту музыку это занятие довольно опасное потому что когда погружаешься в черную музыку после нее когда глубоко погружаешься то потом музыка белых кажется тормозной абсолютно как спел гребенщиков еще 40 лет назад у черных есть чувство ритма у белых чувство вины это заметьте еще до всяких белым 40 лет назад но гений художник все это дело прочитывал считал гораздо раньше чем бюрократы современные которые решили все это бучу устроить бучу в смысле хаос если кто не понял я поясню так вот и саша рассуждал и разбирал песни с этого альбома альбом очень хороший мастер пись одноименная песня здесь длится 13 минут 54 секунды очень ее рекомендую очень хороший соул очень здорово все спето и я вспомнил группу the temptations ну как спушу значит вспомнила никогда и не забывал просто я не так часто слушаю пластинки которых у меня штук шесть наверное дома я достал вот три только чтобы их показать здесь и что же происходило группа образовалась в 1964 году если мне память не изменяет это вокальный квинтет один из лучших в мире вокальных квинтетов это к разговору о лучших вокалистах кто же лучший кто же не лучший да вот показываю лучший в мире один из лучших в мире вокальных квинтетов the temptations так чтобы чтобы убрать все споры квинтет претерпевал изменение состава несколько раз чем дальше тем чаще потому что артисты уходили в сольные карьеры сейчас по моему остался один только человек из первоначального состава но я говорю о периоде конца 60-х начало 70-х и там можно сказать что классический состав одно только было изменение дэвид рафин такой который был звездой the temptations главным таким фронтменом он зазвездил и его пришлось уволить вместо него пришел дэнис эдвардс а эдвардс дал совершенно новое звучание temptations у него такой голос с хрипотцой ну если говорить в терминах более менее приличных с расщеплением такой такой ну не такой конечно гадкий как я показала такой с хрипотцой немножко такой роковый голос и он придал совершенно другое звучание temptations вместе с этим сменился продюсер который занимался выпуском альбомов temptations на мата он пришел норман уитфилд то есть он как бы он не пришел он никуда не уходил он там работал мы просто взял на себя основную часть работы и увел группу неожиданно в психоделию выпустив альбом cloud9 как у джорджа харрисона на почти не почти а как у джорджа харрисона cloud9 но эта пластинка cloud9 мне нравится гораздо больше уж извините чем cloud9 харрисона но больше но она как-то мне ближе она поживее папа поярче по интереснее хотя сравнивать конечно музыку матаун и музыку харрисона это дело пустое абсолютно я просто говорю о том что что нравится что не нравится так вот 69 год cloud9 состав как я уже говорил дэнис эдвардс который только что пришел в группу хриплый такой у него мощный с дикой подачей голос мэлвин франклин бас без баса куда же вокальный квинтет никуда отис вильямс пол вильямс тенор баритоны эдди кенгрикс кендрикс тенора это люди которые были с самого начала в группе temptations потом они все разошлись сейчас вот кто-то из вильямсов осталось по моему из первоначального состава но может быть и нет может быть я что-то путаю кстати я читал какую-то феньку где-то что боб марли даже в свое время хотел принять участие до temptations и его завернули не знаю правда это или нет но может быть это на уровне слухов вся вся история но это на самом деле неважно так вот cloud9 я думаю что аудитория которая любила the temptations была шокирована несколько потому что чистая вдруг какая-то рок психоделия началась вместо привычного мягкого красивого соу cloud9 первая песня сразу какие-то роковые барабаны врубаются гитара и пошел неожиданно жесткий фанк жесткий какой-то даже до неприличия фанк ну для до неприличия для тех кто привык соу такому классическому так немножко можно было ошалеть но вторая песня афиры труды grape wine она помягче хотя тоже в фанке вся и конечно я думаю что молодая аудитория пришла сразу на эту пластинку сразу 69 год дети цветы хиппи все дела и прямо вот такой психоделический фанк он как-то был в струе все было здорово и третья песня на первой стороне рановые child running wild девять с половиной минут это можно сказать что и нагада давида компании матаун то есть это все равно соул это все равно фанк это все равно подкладка звук матауновский классический классический матауновский звук понятно что такое там группа инструменталистов которая записывала про почти все альбомы матауну с привлечением других музыкантов там когда несколько гитар записывается то есть это практически стена звука только не такая как как делал фил спектр а черная все по-другому по черному все рассвингована все 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 в ритме все все живет все все несется все дрожит но вот это рановой чат ранен вайлд она почему я назвал и нагады давиды потому что сначала группа поет а потом начинается инструментальный кусок длинный 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 до конца и он весь лежит на таком басово клавишном рифе из четырех нот как вы нагаде давида практически такой главный риф и на нем все это накручивается и здесь тоже самое на этом рифе такая инструментальная почти с уходом в рок просто музыка очень странная ну а вторая сторона видимо для тех кто все-таки привык классическому соул она и есть классический соул здесь раз два три четыре пять шесть семь песен стопроцентный матауновский вот тот старый хороший материал только с новым немножко звуком ужесточенным то есть и вашим и нашим и молодым хиппанам первая сторона пошла психодерический фанк и для тех кто привык к традиционному звучанию the temptations но на этом дело не закончилось там вышла еще пара альбомов вообще они довольно много выпускали музыки дискография у них знать очень такая серьезная и вы все не угомонился выпустив на мой взгляд шедевр но это конечно не шедевр в общепринятом смысле шедевр это вот мастер-пис с точки зрения профессиональных слушателей матауновской продукции но для меня вот этот самый психоделик шаг пластинка семидесятого года это просто нечто это ну на уровне самыми лучшими записями фанкаделик и там парламент и пластинок джорджа клинтона на том же уровне абсолютно может быть даже и по зверее еще будет потому что тут ну название одно за самым за себя говорит психоделик шаг и первая песня психоделик шаг барабаны какой-то вау звук невероятный то ли гитарный то ли клавиш на 2 все и поднесся психоделик шаг традиционная манера пения диалоговая бас с тенорами бас ломовой мелвина франклина совершенно просто он просто подкупает он дает такого рока неожиданного здесь и и понимаю что все ты влюбился в эту песню в эту группу в этот альбом дальше идет и маки ваун хэвэн энд хэл райт хи он с такое название песни неожиданно вдруг какая-то такая африка начинается с африки все пошли думаешь ну пошла уже этническая чисто какая-то история но нет снова пошел фанк рефрен уже пошел почти в рок роковые рифы появились какие-то и и уже снова мы понимаем что да это уже семидесятый год это уже мы прошли уже даже детей цветов миновали уже все это калифорнийскую психоделию и какой-то психоделический фанк-рок пошел хаммелон конденс здесь бенефис конечно мелвина франклина с его басом который поет текст без слов ам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам вот такие и не надо текста никакого потому что и без текста все понятно все здорово уже начинается такое колбашение хорошем смысле перкуссия барабаны бас вот этот бас франклина такой зверский ну и дуэт стена раме конечно все это так закручивается сказочная какая-то такая сказочный пазл отличный последняя песня по традиции конечно take a stroll through your mind неожиданно в блюз неожиданно пошел медленный блюз на басовом рифе гитара играет уже не понимаешь это те самые the temptations которые были sol такой со скрипками со всеми делами пошел пошла блюзовая история it's a summer на первой стороне немножко передохнуть все-таки вспомним sol war второй номер это хитяра из хитов эту песню много кто играл бы послушайте вы сразу ее узнаете очень узнаваемая штука war you need love like i do don't you такая передышечка перед тем что ждет дальше а дальше ждет friendship train по традиции опять таки как и пир на первой стороне длинный номер в конце здесь просто безумно длинный номер с такой энергией уже казалось бы что под конец можно и расслабиться но здесь просто мотор мотор сити такой вот такого фанка просто the temptations не играли никогда как вот этот самый friendship train и с инструментальной частью все здорово все молотит все просто ревет и голоса конечно ревут кричат диалог бас тенор хриплый голос эдвардса просто здравствуй рок-н-ролл я пришел в the temptations но soul и фанк все осталось при этом на месте пластинка шикарная the temptations вообще группа как я уже говорил один из лучших вокальных квинтетов всех времен и народов не побоюсь этого слова в общем вместе с этими замечательными пластинками как вы понимаете я пошел пока